С начала года в Молдове были 454 попытки суицида. В 260 случаях они закончились именно так, как задумал отчаявшийся человек – смертью. Психотерапевты и психиатры говорят, что в рабочий день не успевают даже поесть. Количество обращений с начала пандемии резко увеличилось. Проблемы у многих одни и те же, возникшие из-за самоизоляции. С трудом справляются с давлением и заболевшие коронавирусом. Количество обращений стало расти. Но после 15 мая количество обращений резко выросло. То есть на сегодняшний день буквально по 2-3 человека в день обращаются, чтобы было понятно, с чем сравнивать. Раньше 2-3 человека в неделю обращались. Ну, новых клиентов, которые обращались за помощью. Первый и самый главный фактор, по мнению специалистов, ограниченная свобода. Планы летят, рушатся надежды на путешествия, отдых, встречу с любимыми. Привыкшие жить в насыщенном ритме чувствуют себя как в клетке. А кто-то и вовсе теряет работу. Некоторые – близких. Мамы не справляются с детьми. Пожилые – с отсутствием общения. Кроме этого, для многих семей, например, школа, детский сад, работа – это была возможность расставаться для того, чтобы потом встречаться и как-то друг друга выдерживать. Ситуация, когда все оказались заперты в одном месте, то есть локация, да, единая появилась, оказалось, что далеко не все семьи готовы друг друга выдерживать и быть вместе, и разделять напряжение, которое витает в воздухе. У многих переболевших коронавирусом, по словам врачей, нарушается работа центральной нервной системы. И это способствует развитию депрессии. Пациенты, которые были сферены из-за формы гравой или из-за компликации поведения, имеют серьезные. Сферены на дистанции, имеют регулярный comportament, потому что у них были сферены хипоксией серебральной, могут быть вовсе акциденты в баскуларии, хеморазии. Людмила Семина, врач с 20-летним стажем, испробовала на пациентах несколько методик, дабы избавить подопечных от депрессивного состояния. Лучше всего в этот период помогает концентрация на чем-то новом или на любимом деле. Никакой работы во время реабилитации. Все должно происходить постепенно. С точки зрения психологии, это, конечно, фокусировка на том, что вам приносит удовольствие, что вас наполняет, где те зоны, которые энергетически вас подпитывают. Но, к сожалению, есть еще депрессии такого клинического характера, когда изменения, которые были, скажем так, на поверхности, уходят в глубину и появляется определенная физиологическая, физиологический сбой. То есть, прямо на гормональном, на эндокринном уровне. И тогда нужна поддержка специалиста. Есть две стадии суицидального состояния. Во время первой мы уже придумали план, как это сделать, но от того, что нам страшны эти мысли, не можем совершить задуманное. Тогда многие обращаются к специалистам. Если человек сделал второй шаг, решился, помочь может только специалист. А значит, близким нужно всегда внимательно присматриваться к любимым. И бить тревогу, если кто-то выглядит подавленным и сторонится людей. Если уже депрессия есть, а не очень важная. В целом, это не очень важно. Если у него есть проблемы сочи, как после пердирания локови, после джунгла деворсов, другие проблемы с семьей, в отношениях. То есть, если депрессия модернация, то рекомендуют свои консультации с психиатрами. То есть и у нас есть покойным родным, так это говорить фразы, которые заставят человека с таким недугом доказать свои намерения. Чуткость, ласка и любовь, выраженные действием, порой творят чудеса, а необдуманные слова могут убить. Нельзя обесценивать. У меня есть опыт человека, который говорит о том, что сказал близким, что есть такая мысль, и родственники, конкретный родственник не нашел ничего лучше, как схватить веник и начать бить. Идея была про то, что выброси все эти мысли из головы. То есть нельзя произносить фразы типа, ой, да что ты придумал, ой, да ладно, посмотри, у тебя нормальная жизнь. Один миллиард людей в мире живет с психическими расстройствами различной тяжести, а каждые 40 секунд один человек совершает суицид.